Приветствую на канале как зарабатывать деньги в интернете и в данном видео уроке мы поговорим на тему как стать копирайтером и начать зарабатывать. Первое, самое первое что нам нужно это зарегистрироваться на бирже Advega. Не для того конечно чтобы здесь сразу продавать статьи, а для того чтобы скачать Advega Plagiatus. Мы зарегистрировались в Advega, ссылочку я оставлю под этим видео в описании кому интересно. И обязательно здесь потом нажимайте Advega Plagiatus и сразу же скачивайте его себе на компьютер. То есть вы его скачали, отлично, здесь даже расписано как им пользоваться. Вот он у меня есть, открытый уже, я им пользовался раньше когда писал статьи, но я и сейчас пишу, но очень и очень редко. Так, сделали этот вариант, все, у нас готово все к написанию статьи. Ребят, теперь самое главное, если вы вообще еще новичок, поймите то, что сразу копирайтингом заняться очень сложно. То есть сложно выдумывать статьи, это все фотографировать и так далее. Ну там различные нужно фотки, еще вставлять там картинки, желательно чтобы они все были уникальны. Ребят, чем уникальней ваша статья будет, чем больше туда будет вставлено вашего лично, авторское, тем круче, тем круче это будет и тем быстрее вы продадите свою статью. Учтите это сразу. Так, делаем рерайт. Рерайт очень просто делается, ну как просто. Конечно тоже нужно подумать, посидеть, пописать, но это намного легче, чем копирайт. Мы вводим любую, на любую тематику можем писать статьи. Выберите для себя то, что вам самое проще. То есть, к примеру, вы там кулинарию можете выбрать, автомобили там, музыка и всякое такое. Рыбалка там. Давайте введем, допустим, рыбалка, да, там, как словить рыбу. Вот вам будет первая статья. Ищем какую-нибудь, значит, статейку. Находим какую-то статью. Вот видите, да? Тут статья, тут еще вот фоточки. Это вот человек сам делал фоточки. Вот наловил рыбы, сделал фоточку. И вставил все свои фотки. Это круто. Статейка, конечно, здесь маленькая. Но в любом случае мы можем ее тоже написать. Вот. Суть в чем, что мы копируем. Ну, вы только так всю статью копируете. И вставляем, допустим, в Advega. Да, вот проверяем. Она, естественно, не уникальна полностью. То есть, нам нужно ее переписать. И видим, способ это я узнал буквально пару лет назад. То есть, способ этот он узнал. Что там с ошибками. Так. Вы тоже можете писать. Данный способ... Ну, к примеру, данный способ мне достался от моего деда. Ну, к примеру, да. То есть, и проверяете уникальность. Вот, смотрите, да. Уже вот на 13% уникальный текст. Вот. И дальше. С тех пор я ни разу не возвращался с рыбалки с пустыми руками. Даже несмотря на то, что вовсе не являюсь профессиональным рыболовом. То есть, оп, этот текст, это предложение, точнее, тоже по-своему написали своими словами. Все, проверили уникальненько. И вот так вот проверяете, проверяете, проверяете. Пишите статью. Доводите до того, чтобы она была уникальность хотя бы не меньше 90%. 90% это... Ну, здесь 80% допускается, типа, более нормально. Ну, желательно вообще, чтобы было как можно больше процентов, естественно. Лучше 100%. 100% это самое круто. Вот. Естественно, повставляйте свои фоточки. Желательно. Можно, конечно, и скачать с интернета, но желательно по возможности вставлять свои фотографии. Вот. Поэтому я и говорю, что пишите желательно о том, чем вы занимаетесь вообще. Если у вас есть какое-нибудь хобби и так далее, то это вообще круто. Все. Когда вы написали такую статью, она уникальна. Вы уверены в ней, что она уникальна? Все. Пробуйте выкладывать ее на Advega. Все. Здесь, значит, вот пишем... Точнее, не пишем. Нажимаем «Магазин статей». Нажимаем «Продать статью». И все. Это ваша личная статья, которую вы отрератили. Все. Это реально уже ваша статья. То есть, копирайт – это вы полностью сами статью придумываете. То есть, вы полностью пишете сами статью. Но я советую начать с рерайта. Когда вы уже научились делать рерайт, у вас уже все хорошо получается, у вас простенько, тогда уже, конечно, желательно приступить делать копирайт. Копирайт. Потому что рерайт тоже Advega находит эту всю ситуацию. То есть, копирайт – это намного круче. Можно и рерайт сделать таким, что он будет выглядеть как копирайт. То есть, чтобы вообще не было на ту статью похож. Вообще. Никак. Даже вот, чтобы все было по-разному. Заголовки, все менять полностью. Вот. Тогда это уже будет копирайт. Вот. И вы сможете продавать довольно-таки по неплохим ценам здесь, на Advega, свои статьи. Если вам не нравится такой способ, вы сможете зарегистрироваться в WebLancer. И здесь нажать «Работа». И искать для себя работу. То есть, здесь есть также рерайт. Рерайт статей с элементами копирайта на тему грузоперевоза. Вот видите. Платят 40 рублей за 1000 знаков. В принципе, за рерайт цена неплохая. То есть, вам дают статью. Вы ее переписываете своими словами. Статья, допустим, была там в 5000 знаков. Оп. Вы 200 рублей заработали. После того, как вы писали. Все это переписали. Ребят. Хочу сразу сказать, что работа... Не думайте, что работа очень простая. Типа, сейчас я возьму, быстренько все сделаю. На самом деле, вот одна статья, она может занять и 2 часа времени, и 3 часа времени. А вы получите всего 200 рублей. Конечно, ну, как... Для кого-то, кто ценит деньги, да, свое время. Тот скажет, в принципе, ну, почему бы и не поработать. Некоторые, кто любит просто говорить и ничего не делать. Те скажут, конечно, нафиг вам надо. Я лучше ничего не поделаю и ничего не получу. Вот. Зато я ничего не поделал. Поэтому, ребят, решать вам. Делать это вам, не делать. Вот. Здесь также и по копирайтингу есть задание. То есть, вот, различные. Это заказчики здесь пишут. Требуются им исполнители. Вот, видите, оплата уже побольше. 70 рублей за 1000 знаков. Копирайтеры, тематика 18+. Ну, понятно. ТЗ даже дают. Все нормально. Вот. То есть, можно делать. Ну, и так далее. Ищите для себя. Вот. На самом деле, бирж фриланса очень-очень много. То есть, их очень много разновидностей. Ну, и бланцер просто самый известный. Я его вот знаю. И все. Ребят, надеюсь, как бы было понятно, да? Я вроде бы ничего не упустил. Не знаю. Если я что-то упустил, можете написать мне в комментариях. Я отвечу, что там, какие у вас вопросы могут быть. Что у вас не получается. Конечно, желательно, чтобы у вас было с грамматикой более-менее. Потому, что все-таки за статьи будут платить деньги. А деньги обычно хотят платить за что-то качественное. Вот. Это я как бы там, да? У меня с грамматикой так себе. Но для моего блога сойдет. То есть, я пишу на свой блог. Я не продаю статьи. Хотя, когда-то я даже продал пару статей. Я продал на Веймейл. Я об этом говорил в предыдущем видео. Там на Веймейл тоже есть просто биржа копирайтинга. Вот. И когда-то я еще на человека работал. И писал ей статьи. И заработал где-то 3,5 тысячи рублей на этом. Но там очень много надо было писать. Прям нереальное количество. Я еще с аудио переводил. Она мне тоже давала. Это я вот так вот начинал свой путь к заработку. В интернете мне просто очень хотелось. Все говорили, что это мало, ужасно. Ты страдаешь фигней. Вот. Но у меня было такое рвение, ребят. Что вам не передать вообще даже словами. Вот. Поэтому этого я и вам желаю. Чтобы у вас было такое же рвение. Чтобы вы не останавливались никогда. Не перед чем вообще. Чтобы вот вы реально, если задумали что-то делать. Шли до конца. Ошибались. Без ошибок вообще не бывает. Не думайте, что если вы ошиблись. О, блин. Типа. Все. Все фигня. Нет. Нужно продолжать дальше. Ошибаться дальше. И продолжать. Продолжать. Тогда вы будете искать себя. Тогда у вас что-то получится. Продолжение следует...